МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Михаил Ермоленко. О главных новостях прошедшей недели расскажу через минуту. Насморк, заложенный нос и высыпание на кожу. Как проявляет себя аллергия на холод и стоит ли ее лечить? Безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа. В России может появиться новый инструмент долгосрочного инвестирования. Условия для получения семейной ипотеки расширили. Пособия для детей сделали единым, а все налоги для физических и юридических лиц теперь будут аккумулироваться на едином счете плательщика. В январе в России вступили в силу новые законы. Как они изменят жизнь граждан? Употреблять больше витаминов группы В, разнообразить рацион цитрусовыми. Эксперт-диетолог рассказал, какой диеты лучше придерживаться в зимний период. Условия для получения семейной ипотеки расширили. Пособия на детей сделали единым, а все налоги для физических и юридических лиц теперь будут аккумулироваться на едином счете плательщика. В январе в России вступили в силу новые законы. Как они изменят жизнь граждан, узнала у экспертов Светлана Кудрявцева. В России продлили льготную ипотеку на новостройки до июля 2024 года. При этом максимальная ставка поднялась с прежних 7 до 8 процентов. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве и Санкт-Петербурге – 12 миллионов рублей, для остальных регионов, в том числе Самарского – 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос не менее 15 процентов. При этом с января расширились условия для получения семейной ипотеки. Я напомню, что раньше семейные ипотеки могли воспользоваться только те, у кого родился ребенок после 1 января 2018 года. И многие считали это не очень справедливым. Сейчас по распоряжению, по указу президента будет у нас семейная ипотека расширена. Теперь неважно, когда родились дети. Главное, чтобы на момент получения кредита по семейной ипотеке в семье были двое детей возрастом до 18 лет. Ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки остается прежней – 6% годовых, но в некоторых банках есть даже ниже. С начала этого года семьи смогут получать универсальное пособие на детей. У нас довольно много есть пособий на детей, в том числе, например, в связи с ранней постановкой на учет по беременности, в связи с нехваткой семейного дохода и так далее. И вот все порядка семи таких пособий будут объединены в единое пособие, которое можно будет получать, подав заявление на госуслугах. Причем для тех, кто родит детей после 1 января 2023, это пособие будет единственным вариантом. То есть у них нет возможности выбора. Для тех же, кто родил детей до этого периода, они могут выбрать либо получать по-старому до семи разных пособий, либо получать вот это новое пособие. Причем я еще раз обращаю внимание, это не новое в плане что-то дополнительно добавили, это просто облегчение жизни за счет того, что вот все ранние существующие пособия объединят в одно. Размер выплат, как и раньше, будет зависеть от наличия движимого и недвижимого имущества, доходов семьи и трудового потенциала. С января этого года перестали существовать две важнейшие для россиян государственные структуры – пенсионный фонд и фонд социального страхования. Вместо двух организаций теперь одна – социальный фонд России. Для пользователей, конечно, это в какой-то степени удобно, потому что тебе также не надо платить в один фонд, в другой фонд, иметь отношения с разными органами. У тебя есть единое лицо, с которым ты коммуницируешь и общаешься, и есть единые тарифы в социальный фонд России. Общие составляют 30%, но есть и льготы. Например, это 15% для малого и среднего предпринимательства от сумм, превышающих род, или 7% для IT-компаний. То есть тут мы видим такую стройную, понятную картину – единый фонд, единые тарифы. С января в стране вступили в силу масштабные изменения налогового законодательства. Теперь у всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будет единый налоговый счет, на который нужно вносить единый налоговый платеж. В связи с введением единого налогового платежа датой получения дохода при оплате труда больше не считается последний день месяца. Датой получения дохода будет считаться день его выплаты. Соответственно, теперь НДФЛ будут удерживать не в день выплаты всей зарплаты, а в том числе и при выплате аванса. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. Жильцам сгоревшего дома по улице Некрасовская, 25А, окажут необходимую помощь. Тем, кто утратил документы, миграционная служба восстановит их в ближайшее время. Для контроля работы систем жизнеобеспечения в ближайших домах в ночь на 12 января дежурила аварийная бригада управляющей компании. Кроме того, жильцам предоставят необходимые справки, в том числе для получения жилья из маневренного фонда тем, кто в этом нуждается. Также в санатории Волжанка развернули пункт временного размещения, где самарцев обеспечили предметами первой необходимости и питанием. Работа с жителями пострадавших от пожара квартир продолжается. В целях обеспечения безопасности доступ к дому ограничат. В России может появиться новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан. Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат. В них можно будет размещать, в том числе, пенсионные накопления. О плюсах и минусах новых форм долгосрочного инвестирования расскажет Светлана Кудрявцева. Безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа как альтернатива традиционным срочным депозитам и накопительным счетам российские власти планируют разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством. Предполагается, что бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Центробанк, и в них можно будет размещать, в том числе, средства пенсионных накоплений. В перспективе такие формы сбережения могут принести доходность, поскольку способны абсорбировать инфляционные процессы, считают эксперты. В 2022 году инфляция составила приблизительно порядка 12%, таким образом, те формы сбережения инвестиций, которые могли бы покрыть инфляцию, должны иметь доходность не менее 13%. Что мы имеем по факту? Средняя максимальная ставка по вкладам среди 10 крупнейших банков депозитодержателей в 2022 году составила порядка 9,4%, а кривая бескупонной доходности по 10-летним ОФЗ в том же году не превышала 10,6%. Тем не менее, если рассматривать такие альтернативные формы сбережения на длительном периоде, то, безусловно, на фоне снижения инфляции они могут принести депозитодержателям и сберегателям положительную реальную доходность. В то же время, безотзывные вклады и бескупонные облигации федерального займа не дадут гражданам возможности вернуть свои деньги досрочно. Поэтому, скорее всего, население продолжит использовать привычные способы инвестирования, покупая недвижимость, землю, драгоценные металлы. Например, только по итогам 2021 года стоимость квадратного метра новостройка стандартного класса выросла на 25-30%. Соответственно, мы увидим принципиально иную доходность. В то же время, в 2022 году утратила свое прежнее значение такая форма инвестиций, как покупка наличной валюты, в то время как приобретение автомобиля, автотранспортного средства стало более перспективной инвестицией. Такие формы, как накопительные счета, спекулятивные инвестиции, покупка вещественных ценностей по-прежнему будут иметь большое значение для населения и новые формы сбережения едва ли смогут их заместить, считают эксперты. Альтернативные варианты долгосрочного инвестирования в том виде, в каком предложены в новой концепции, больше нужны государству и банкам, нежели сберегателям. Светлана Кудрявцева, События. В период сильных морозов необходимо не только утепляться и как можно реже проводить время на открытом воздухе. Важно своевременно реагировать на сигналы, которые подает наш организм. Усталость и апатию могут спровоцировать нехватка витаминов, отсутствие тонуса и трудное пробуждение утром. Для того, чтобы разрешить эти вопросы грамотно, нужно начать с питания, утверждают врачи. Полезные советы эксперта-диетолога по выбору продуктов в нашем сюжете. Нехватка солнечного света, низкая температура. Зимний сезон – один из самых сложных для человека, когда большую часть времени мы находимся в помещении. В таких условиях, близких к стрессовым, нашему организму нужна помощь. И оказать ее можно, дав все необходимые питательные вещества. Врачи утверждают, самое лучшее, что можно сделать в зимний сезон – начать питаться разнообразнее. Именно это позволит оставаться в тонусе и укрепить иммунитет. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд, отмечают специалисты. Подойдут продукты, которые находятся в широком доступе в обычных супермаркетах. Для начала опытные диетологи советуют восполнить запас витаминов группы В. В период холодов в еду можно и нужно добавлять разные специи. Диетологи советуют обратить внимание на имбирь. Он поможет согреть организм. А также куркуму или корицу, если хочется добавить сладости. Еще один незаменимый продукт зимой – рыба. Источник жирных кислот омега-3 – полезных веществ для нашего организма, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой, нервной систем и влияют на настроение. Специалисты советуют употреблять рыбу даже на завтрак. Зимой он должен быть плотнее, чем в другие сезоны. Белок в рыбе расщепляется быстрее, чем в мясе и дает большее насыщение. Нелишним станет и витамин С, который также необходим зимой. Восполнить запасы помогут цитрусовые. Лидеры по содержанию витаминов – помело, апельсины и мандарины. Квашина капуста, я так думаю, тоже прекрасный продукт. Большое содержание микроэлементов, минеральных веществ, витамина С. Два раза больше, нежели чем в обычной капусте, к примеру. Чтобы подытожить все рекомендации, составим рейтинг продуктов, незаменимых в период холодов. Лидером этой подборки, исходя из советов врачей, становятся цитрусовые, богатые витамином С. Следом идут каши и крупы, которые необходимы из-за наличия витаминов группы В. Разнообразить рацион, добавить новых вкусов и помочь организму согреться. Помогут специи – имбирь, куркума, корица или бадьян. И последний, но не менее важный продукт в этом списке – рыба, богатая омега-3 кислотами. Но стоит помнить, перед тем, как приступить к диетическому питанию или начать принимать определенные витаминные комплексы, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Аллергия на зиму вовсе не метафора, а вполне реальный диагноз. Насморк, крапивница, много слез. Именно так некоторые из нас реагируют даже на небольшой минус. Как понять, что зима – не ваше время года? Узнала Ксения Баканова. Если льете слезы на морозе и начинается насморк, когда не простужены, вполне вероятно, что у вас аллергия на холод. Заболевание редко и опасное, и, по словам врачей, может привести к отеку к венке. О том, что это не миф, Елена Баканова узнала еще в студенческие годы. По дороге в институт сильно замерзла. Последствия долгого пребывания на холоде оказались серьезными. Когда села в автобус, чувствовала, что все внутри просто не то, что трясется и дрожит. Каждую клетку ощущала. Когда приехала в институт, свое лицо не узнала. Появился отек очень сильный, краснота. И плюс такие прям по типу волдырей, можно сказать, популезная сыпь очень сильная. Елене понадобилось три дня, чтобы прийти в норму. Для облегчения симптомов пришлось принимать антигистаминные препараты. С тех пор она боится сильных морозов. И если за окном ниже 14 градусов, старается выходить из дома только по необходимости. Шарф, шапка и варежки – три незаменимых вещи в ее гардеробе зимой. Врачи утверждают, что симптомы аллергии обостряются при сильном ветре на открытых участках тела. Больше всего страдают руки и лицо. В легких вариантах она может протекать, как небольшие покраснения на коже в виде волдырей. А в тяжелых вариантах больные достаточно плохо себя чувствуют. Все участки тела, которые доступны холодному воздуху, отекают. Может даже повышаться температура. И иногда даже требуется госпитализация таким больным. Аллергия на холод проявляется не только зимой. Неприятные симптомы могут застать врасплох в любое время года. Например, после купания в прохладном водоеме. Проще всего заболеть людям, организм которых ослаблен. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Гастритом, танзелитом, холециститом. Чтобы выяснить, есть ли у человека холодовая крапивница, проводится простой тест в условиях стационара. Специалисты прикладывают кусочек льда на 3 минуты. Если в этом месте появляется волдырь, значит крапивница есть. Избавиться от аллергии нельзя. Можно лишь контролировать ее проявление. Специалисты рекомендуют избегать долгого пребывания на морозе и одеваться теплее. А за час до выхода на улицу наносить на лицо увлажняющий крем. Зимой правильно и вовремя питать нужно не только кожу, но и желудок. Научно доказано, что голодный человек на морозе замерзнет быстрее сытого. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. В сильные морозы особый уход нужен не только человеку, но и вещам его окружающим. В современном мире, где автомобиль давно не роскошь, а средство передвижения, ему тоже нужно правильное обслуживание, чтобы и при минусовых температурах он продолжал выполнять свои функции. Как ухаживать за машиной, расскажем в следующем сюжете. Владимир Юдин работает водителем более 20 лет. В морозные дни дополнительно следит за состоянием авто и проверяет уровни всех жидкостей в двигателе. Порой, чтобы машина завелась, заранее выходит прогревать ее ночью. А утром заводит не сразу. Дает проснуться аккумулятору с помощью включения дальнего света на 5-10 секунд и топливной системе, включая зажигание. Когда зажигание включаешь, там насос включается, бензин подается. А если сразу включить зажигание, сразу, не поджидая, может бензин не попасть и она не заведется. Особенно в такое время морозное. Также Владимир в морозные дни аккуратнее действует во время движения. Советует после прогрева ехать медленно, чтобы все системы автомобиля работали без напряжения. Да и в дальнейшем размеренно разгоняется и плавно тормозит, потому что на дорогах возможно налить. Большой скорости нельзя. Канадтов 40, там не больше. Чтобы коробка разогрелась. Коробка обязательно должна разогреться, иначе она тоже портится. Она не в раз, но она испортится постепенно. Казалось бы, дорога чистая, но в связи с морозами от выхлопа держу влагу, и дорога покрывается сейчас легким таким льдом. Прямо налить такая, она чувствуется, особенно на светофорах чувствуется. Специалисты в сильные морозы советуют совсем старый аккумулятор заменить на новый, а также заносить его домой и по возможности заряжать. Обязательно приобрести размораживатель замков и хранить его дома или в сумке. Следует запастись необходимым количеством охлаждающей и стеклоочистительной жидкостями, имеющих достаточный запас по морозостойкости. При частых кратковременных поездках мороза необходимо тщательно очищать свечи от слоя нагара. В сильные морозы необходимо следить и за давлением в шинах, ведь если оно понижается или повышается, это значит протектор не справляется со своей работой. Однако проверку лучше оставить профессионалам, ведь любительский манометр на холоде может показывать неправильные данные. К сожалению, даже все предпринятые меры не могут полностью исключить возможность каких-то случаев и инцидентов. Тогда за помощью лучше обратиться к профессионалам. А если вы сами стали свидетелем, что кто-то не заводится или имеет другие проблемы, а вы можете помочь, то предложите помощь, ведь братство автомобилистов должно быть сплоченным. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В ближайшие дни в Самаре уже установится комфортная погода. И это прекрасная возможность для того, чтобы начать активно проводить время на свежем воздухе. Чтобы покататься на лыжах или сноуборде, придется поискать площадку. А вот каток есть практически в каждом городском парке или дворе. А если вы еще не научились кататься на коньках, впереди несколько советов, которые позволят побороть страх и насладиться одним из самых увлекательных зимних видов спорта. Тема продолжит Александра Гусева. Укрепляет мышцы, помогает держать их в тонусе, формирует красивую осанку, развивает ловкость и выносливость. По мнению экспертов, катание на коньках – одно из лучших средств для поддержания физической формы. Но прежде чем выйти на лед, нужно подобрать удобные коньки и желательно научиться их правильно надевать. Любители фигурного кота не утверждают – чем крепче шнуровка, тем лучше. Это правда лишь отчасти. Голеностоп действительно должен быть хорошо зафиксирован. Но переусердствовать не стоит. Это может вызвать болевые ощущения. Первый выход на лед всегда волнительный. Новички боятся упасть, и этот страх придется преодолеть. Иван Пронюшкин хорошо помнит день, когда впервые вышел на лед. Сначала я узнал, что мой брат, наверное, начал заниматься хоккеем. Я пришел сюда к нему на тренировку, и я наделал коньки, пару раз упал, и понял, что это мое. Иван уже шестой год профессионально занимается хоккеем и уверенно держится на коньках. Начинал, как и все, с базовых упражнений. Все начинается с хоккейной посадки. Это когда игрок практически садится, как на стульчик, и человек чувствует устойчивое положение на коньках, и из этого положения уже в дальнейшем строится катание на коньках. Следующий этап – это уже левый толчок правой ногой и движение в хоккейной посадке. Это базовые упражнения, которые осваивают юные хоккеисты, приходя к нам в школу. Также это распространяется и на простых людей, которые начинают впервые кататься на коньках. Новичкам при выходе на лед необходимо прочувствовать собственное тело. Для этого существует упражнение «хоккейная посадка». Ноги следует немного согнуть в коленях, а корпус наклонить вперед. Затем можно не спеша начинать движение. Для начала оттолкнуться правой ногой, а затем левой. Как только научитесь непрерывно двигаться, задачу можно усложнить, попробовав упражнение «фонарики» или, как его еще называют, «елочка». Оно добавит ловкости. Во время движения нужно слегка развести ноги в стороны, а затем обратно собрать. Необходимо следить за тем, чтобы носочки смотрели в разные стороны. Если чувствуете себя уверенно, приступайте к следующему упражнению. Не отрывайте ног от льда, двигайтесь непрерывно, наращивая скорость. Одним из самых важных элементов является торможение. Разогнавшись, разверните коньки на 90 градусов. Упражнение следует выполнять без суеты и спешки. И самое главное – не бояться льда. Тогда все точно получится. Александра Гусева, Константин Головин. События. На этой неделе, 10 января, великому писателю Алексею Толстому, автору таких известных произведений, как «Хождение по мукам», «Детство Никиты» и «Петр Первый» исполнилось 140 лет. В одноименном музее сотрудники до сих пор бережно хранят атмосферу дома, семьи и поддерживают дух творчества Красного графа. Репортаж Ксении Бакановой. Обстановка в этой квартире воссоздана по воспоминаниям дочери Алексея Толстого. Два книжных шкафа и письменный стол, кровать с деревянной спинкой, зонтик Александры Леонтьевны, мамы писателя, создают настоящий эффект присутствия. Время тут будто остановилось. Так много вещей, которые необходимы в быту. Все они передают атмосферу тех давних лет, когда здесь проживала семья Толстых. Вот когда музей открылся, и сюда приехал на открытие сын Алексея Толстого Никита Алексеевича Толстой, он написал, я вошел в эту квартиру, у меня такое ощущение, что я вернулся в свое прадетство. Вот эта атмосфера подлинности, ощущение того, что вот только что Алексей Толстой здесь был и куда-то на секунду вышел, это ощущение, которое было создано трудом очень многих людей. Журналист и писатель Алексей Николаевич Толстой появился на свет 10 января 140 лет назад. Благодаря экранизации его известной повести «Золотой ключик» многие поколения детей безошибочно ответят на вопрос «Скажите, как его зовут». В 1923 году писатель, будучи в эмиграции, начал работу над произведением Карла Колодя «Приключения Пиноккио». Эту историю ему захотелось издать на русском языке в своей литературной обработке. Работая над пересказом произведения, писатель вспоминал свое детство и мечты о необыкновенных приключениях, которые давно хотел воплотить. Поэтому его Боратино так похож на самого автора. У нас лучшая коллекция иллюстрации к сказке «Золотой ключик». Целенаправленно музей собирал эту коллекцию с самого начала. Первый иллюстратор сказки «Золотой ключик». Он был репрессирован в 1937 году, но у нас есть четыре авторских рисунка. В основном на экскурсию в музей приходят школьники. В таком интерактивном формате познакомиться поближе с творчеством великого писателя не только просто, но и интересно. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Шесть детских любительских команд разыграют в этом году «Золотую шайбу» в Самаре. Городской этап всероссийского турнира имени Анатолия Тарасова стартовал 9 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арпита». Победители примут участие в областном финале, а чемпионы регионального этапа отправятся на финал всероссийский. О лидерах и аутсайдерах турнира расскажет Сергей Кизоркин. Гимн Российской Федерации. Почетные гости. Предматчевая разминка хоккеистов. На любительском детском турнире имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба» все по-взрослому. Юниор Антон Любченко такой организации соревнований доволен. За 10 лет в хоккее спортсмен-любитель сыграл сотни матчей, ему есть чем сравнивать. До команды «Чайка» Антон тренировался и побеждал в Тольяттинском «Волгаре» и «Ладе». В этом году надеется выиграть «Золотую шайбу» в Самаре. Меня мама отдала сначала на фигурное катание. На фигурном катании я посмотрел, я как пацан, мне как-то не понравилось. Меня дедушка в 7 лет сводил на хоккей. Я влюбился в этот спорт. Из-за его скорости, из-за этих красивых моментов и из-за эмоций после победы я всю жизнь буду играть в хоккей. Городской этап всероссийского турнира юных хоккеистов имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба» собрал под свои знамена в этом году шесть любительских клубов из разных районов Самары. Это «Авиатор», «Медведи», «Меридиан», «Титан», «Чайка», «Ястребы». Некоторые из них играют еще и в русский хоккей с мячом, но победит, как известно, сильнейший. На пьедестал почета поднимутся призеры в четырех возрастных категориях – от детей до юниоров. Каждый год надеемся победить, надеемся будем самыми лучшими, самыми первыми. Мы готовились, тренировались, но в спорте есть спорт. Хоккейный турнир «Золотая шайба» в Самаре будет идти две недели на льду спортивного комплекса «Орбита». Состоится 13 матчей. Призеры и чемпионы определятся в четверг, 19 января. Организаторы соревнований – городской департамент физической культуры и спорта, спортивная федерация по хоккею Самарской области и федерация хоккея Самары. В этом году «Золотая шайба» в городском округе Самара проходит с минимальным количеством команд. Это, конечно, недоработка городской федерации, но мы работаем на развитие хоккея в нашем городе. Надеемся, что в следующем сезоне турнир будет более интересным, более масштабным, и количество ребят, вовлеченных в хоккей, будет на порядок больше. Победители турнира «Золотая шайба» в Самаре продолжат борьбу и дальше. Впереди их ждет областной финал, а если их мастерство будет на порядок выше, чем у соперников, то они поедут защищать честь Самарского региона и областной столицы на всероссийский суперфинал. Сергей Кезоркин, Николай Сидоров. События. Это были события, прошедшие рабочая неделя. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!